В Туркестанской области жители пяти сел требуют срочно решить проблему с питьевой водой. 12 лет назад власти уже потратили 127 миллионов тенге, чтобы построить водонапорную башню. Однако проработала система, говорят люди, всего пару месяцев. С тех пор жители вынуждены пить из колодцев вода, в которых давно признана непригодной. Репортеры КТК выслушали людей. Многие села в Родобасинском районе в названии имеют слово «булак», что значит «родник». Горькая ирония в том, что именно отсутствие доступа к чистой воде здесь и стало самой большой проблемой. Жители села Родобасы, Узын-Булак, Лыж-Булак, Баян-Булак и других, относящихся к сельскому округу Бадам, говорят, еще 12 лет назад власти громко сообщали, что теперь у сельчан есть чистая вода. На самом же деле пить приходится из грязных колодцев. В 2012 году башню построили. В то время всем рассказывали, что у нас теперь есть чистая вода. А фильтры там всего два месяца проработали и все. Опять не стало воды. С тех пор мы снова из колодцев воду берем. Больше негде. Сельчане рассказывают, вода здесь много лет назад была признана непригодной для питья. Именно поэтому власти потратили 127 миллионов на постройку водонапорной башни, где стояли фильтры и все очищали. Теперь же люди, кто пешком, кто на ослах или лошадях, добираются до отдаленного колодца. Но признаются, что пить отсюда страшно. И скот здесь пьет, и люди пьют. А потом дети кишечными инфекциями болеют. Аким, говорит, дал воду, а ее же нет. Скот иногда прямо в колодец падает. Мы достаем, чистим и снова отсюда пьем. В прошлом летом в селах опять появились подрядчики. Начали копать траншеи. Людям сообщили, что чистая вода вот-вот появится, нужно лишь проложить трубы. Но рабочие быстро исчезли, а траншеи так и остались. Добавив сельчанам еще одну проблему. Я видел, что именно в эти траншеи лошади попадали. Стояли там и выбраться не могли. Траншея же длинная. Накопали вручную, чтобы достать их. Мелкий скот и подавно не выберется. А у одного соседа туда ребенок четырехлетний упал случайно. Хорошо дети другие услышали и помогли ему выбраться. В районном Акимате объяснили, что водонапорная башня, построенная за 127 миллионов, не может обеспечить все села водой. А после выхода из строя фильтра она и вовсе не работает. Поэтому на водоснабжение выделено еще 94 миллиона. Работы, которые начали осенью и бросили, якобы скоро возобновят. То, что подрядчик остановил работы, это, конечно, плохо. Но закопать сразу траншеи нельзя. Когда трубы проложат, будут делать опрессовку. Посмотрят, как они выдерживают давление. Чтобы в случае порыва снова не раскапывать. Если все будет хорошо, то их через 2-3 дня закопают. Правда, несмотря на слова чиновника, траншеи начали закапывать сразу же, как люди подняли шум. А вот воду им обещают провести не раньше, чем к лету. Ирина Морозова, Бекаби, Фигин Сергенко, Андрей Сибирев, КТК, Туркестанская область.